ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА И разговариваешь, как попало, но иногда допускаешь ошибки какие-то в речи. Так что пусть слушатели, прошу вас, будьте снисходительны к нам. Ну а потом, знаете, ошибки хватаются историки, тиражируют их, они попадают на скрижат. Это уж не наше дело, это уж не наше дело. ЖИВАЯ СТРУНА ЖИВАЯ СТРУНА Юс Олешковский. Настоящее имя Иосиф. Родился в 1929 году в Красноярске. В 1947 году пошел в армию, служил на флоте, за нарушение дисциплины попал в лагерь. После освобождения работал шофером, затем на стройке. В 1955 году приезжает в Москву и начинает зарабатывать на жизнь литературным трудом. Публикует детские сказки, рассказы и сценарии. Становится известным сам издатовским писателем и автором лагерных песен. В 1979 году эмигрирует сначала в Австрию, затем в США. Живет в штате Коннектикут в Миддлтауне. Автор романа «Рука» – повести «Синенький скромный платочек» Николай Николаевич «Маскировка». Сегодня Юс Олешковский – гость программы «Живая струна». Мы тут посмотрели в начале досье, которое подготовили мои коллеги, и выяснилось, что в этом досье огромное количество ошибок, причем непонятно. Брали вроде из открытых источников, которые могут исправляться. Но давайте, чтобы мы не запутались, может, вы поможете нам кратко очертить путь? Ну, во-первых, родился. В каком году, неважно. Скажем, в 29-м. Год Великого Перелома. Слава тебе, Господи, ни разу в жизни не ломал ни рук, ни ног. Родился в Красноярске. В то время мой отец был в командировке, а мамаша за ним увязалась. А потом возвратились в Москву. С тех пор я москвич. В Красноярске не помню вообще. Учился. Учился плохо. Военное детство способствовало тому, что я, так же, как мои сверстники, рано стал мужичком, так сказать. Уже тащили все, что попало домой, особенно в эвакуации. Дровишки, там, муку с трамвайных мешков, уголек со старых паровозов и так далее. Потом возвратились в Москву. Учился плохо, потому что я, наверное, в старину был тем, кого сейчас называют гиперактивным человеком. Ну, в Америке километры просто написано о гиперактивных людей. Ну, между прочим, гиперактивных людей везде много, но раньше не знали, что это гиперактивность и думали, что это распущенность. А на самом деле я не мог посидеть на уроке. Я не был никаким истериком. Я любил читать, заниматься конструктором и так далее. И болтаться во дворе. Но, тем не менее, жизнь моя была осложнена тем, что я был каким-то животным, настроенным на ничем и никем не регламентированную свободу. И поэтому у меня всегда были конфликты. От этого, попав в армию, на флот, я не мог совершенно соответствовать казарменной жизни, указаниям и так далее. И мне с самого начала сказали, ну, ты скоро окажешься там. И действительно, однажды проездом с Балтийского флота на Тихий мы опаздывали на поезд, взяли чужую машину секретаря Крайкома, доехали до вокзала. Взяли. Ну, взяли, естественно, завели М1 и поехали. И во время ареста, как сказано было в обвинительном заключении, матрос Олежковский, намотав на левую руку или на правую руку матросский ремень с криком «Полундра». Конечно, все были арестованы. Отсидел я, дали 4 года, отсидел я 3 по амнистии по-сталинской, то есть не по-сталинской, ну, хрен, наверное, по-ворошиловской освободился. И понял, что я не смогу нигде работать там, где нужно сидеть, что-то делать и так далее. Я кончил школу шоферов, шоферил всю дорогу на аварийке. Одно время работал и прорабом даже, после того, как поработал землекопом и выдвинулся на этой работе, тяжелый и ответственный. Да, я, значит, ушел на базу МОЗ «Водопровод», и если кто-нибудь из МОЗ «Водопроводовцев» меня услышит, я передаю персональный привет бывшим коллегам. Работал на ней 10 лет, в это время печатал какие-то очень поганые стишки, поганые действительно стишки в журнале «Физкультура и спорта», а потом писал детские рассказы, которые мне нравились. И, в общем, в 65-м году стал профессиональным, так сказать, литератором, писал для детей, печатался, издавались книжки, писал сценарии для сериальных телефильмов, киносценарии. А потом и в ящик я уже в ящик писал, но назовем, я не люблю так называть сочинения, назовем взрослые романы и повести, которые напечатаны были затем в Америке и переведены на разные языки. А сейчас, слава богу, вы сами знаете, что за времена уже 20 лет перестройка, они издаются здесь. Да я буду петь песенки, которые раньше считались даже не антисоветскими, а просто в голову не приходило, что можно с ними концертировать, скажем, как многие известные авторы. Собственно, такие замечательные поэты, как Высоцкий, Акуджава и Галич тоже пели где-то там по закрытым вечерам и так далее. И в 79-м году я с женой и с пасынком мы свалили в Штаты, с тех пор там и живем. Я уже за это время, за 20 лет, достаточно часто приезжаю в Москву и по делам, и к друзьям и так далее. Вот сегодня у Вас, вот все, краткая справочка. Ну, в Штатах-то у Вас там жизнь была совсем не такая, да? Вы уже не шиферили и прорабом не работали? Нет, я действительно не шиферил и прорабом не работал, меня бы не взяли. У меня тогда был полтинник, между прочим. И языка я не знал, я его и сейчас не знаю. Как вы живете? Я живу очень просто. Я как живут глухонемые. Вот, тем более на бытовом уровне, где-нибудь там в супермаркетах, в магазинах или с ментами, я вполне могу объясниться и даже рассказать им, что я крэйзи и сумасшедший и достоин, так сказать, снисхождения. Жена знает прекрасно английский, она профессор университета везлянского. И обычно она вообще меня переводит так в быту с американами. Ну, я нисколько не тягачусь, потому что язык, русский язык, родной мой язык, это единственное мое достояние, как говорил Бродский, моя родина русский язык. То же самое и для меня. И поэтому меня мало беспокоит, хотя я иногда жалею об этом, что я не знаю английского и тем более китайского, потому что страшно интересный язык, особенно его иероглифы, их происхождение, их значение и так далее. Ну, мало ли о чем приходится жалеть. Короче говоря, живем там, живем в лесу, слава тебе Господи, действительно в лесу. Баню построил на берегу пруда, паримся. Есть русские друзья, есть и американские друзья, знающие русский, потому что русская кафедра в университете, естественно, все знают. Короче говоря, там моя вторая родина. Даже так? Ну, у меня их три, есть историческое, вот, Израиль, родина моих предков, так или иначе. А впрочем, ну да, так или иначе, там, если взять с этим поколением назад. Россия, естественно, моя родина. И Америка, где я сейчас проживаю, я ужасно люблю эту страну. Всю, кроме городов. Города терпеть не могу. В Москве сейчас душа моя отдыхает и радуется, потому что старая Москва, собственно, я в ней вырос, я жил на Большой Калужской. Никогда я ее не называл проспектом имени Ульянова. Фамилию я не хочу даже произносить. Вот. Душа, в общем, отдыхает и радуется. А вы находитесь здесь еще отголоски или там какие-то уголочки той старой Москвы? Ну, конечно, но, собственно, чем она изменилась? Вот в том районе, где я сейчас живу, скатерный переулок, там рядом Мерзляковский, Никитская площадь. Ну, там... На Малой Бронной я учился, кстати, на углу Малой Бронной и Никитского, Тверского бульвара была моя школа первая. Я знаю Арбат, прекрасные его переулки из-за Москворечина. Это прелесть, все отремонтировано. 20 лет тому назад для души моей это была травма посмотреть, как выглядит город. После того, как я 10 лет его не видел. Когда жил, это как-то все примелькалось. И тем более вот новостройки там в Беляево, где квартира кооперативная у меня была, все было новенькое, такое прелестное. Попав в Нью-Йорк, я первым делом сказал Ире, что ты знаешь, вот чем жить в Нью-Йорке, я лучше свалю обратно в Черемушки, то есть в Беляево-Благородское, в Коньково-Деревлево, пардон. Одним словом, все нормально, слава Богу, но судьбе благодарен. Я так, конечно, понимаю, что для вас не существует проблема, там, какой-то патриотизма. То есть патриотизм это не проблема, но в какой-то степени вы когда-нибудь были патриотом какой-то, второй. Ну, вообще, что для вас патриот? Это совершенно прямое понятие. Во времена, когда вся Россия вообще находилась под властью, назовем так, эту власть, тираническая власть утопии, вот, я был ее врагом. Я не был никогда врагом ни русского языка, ни русской культуры, ни русских людей или всех людей, населявших империю. Никогда в жизни. Вот. В этом смысле мой патриотизм выражался в том, что я, например, никогда не болел за те вещи, которые восславляла газета «Правда». Потому что восславление шло от имени тех людей, которые тиранили и страну, и культуру, и людей. Вот. А сейчас я болею за наших футболистов, болею за теннисистов, вот, ну и так далее, и так далее. За российских? Вот. За российских, естественно, да. Но я говорю за наших, потому что это моя родина, между прочим. И я болею за российские дела, отношусь с волнением к тому, как складывается отношение Америки, где я живу, и ее несколько глуповатого политического курса, диктуемого разными бжезинскими, которых я считаю недальновидными, идиотами. Вот. О ошибках здешних властей я уж не говорю, потому что я не политолог, и живу не здесь, мне не пристало об этом говорить, как чайнику, любящему потолковать на эти темы. Вот. Одним словом, я бы не сказал, что моя жизнь целиком занята именно этой проблематикой. Вот. Но так или иначе, я и как литератор, и как личность отношусь неравнодушно к тому, что происходит и в России, и в мире. Ну, знаете, сейчас вот говорят о том, что в России настал период реставрации, так сказать, возвращения к, ну, якобы, идеалам Советского Союза, и вот эти восхваления, которые несутся в адрес власти в последнее время просто неудержимым потоком. Вы это чувствуете и замечаете? Я... Так оно, на самом деле. Ну, живя здесь, я этого не замечаю. Я не видел демонстраций левых, там, возглавляемых Анпиловыми, Лимоновыми и так далее. Вот. Не видел демонстрации правых. Я... Атмосфера жизни не может быть мною изучена, потому что я живу вдали от неё. Тем не менее, я слежу за тем, что происходит. Разговоры о реставрации, они не возникают. Собственно, с первых дней перестройки были враги её, были фанатики, которые верили в старую власть, в её идеалы, которые на самом деле были сплошным фуфлом. Вот. До сих пор эти люди уже... Моего, наверное, уже поколения, старые-то уже перемёрли. Вот. Они продолжают по-прежнему быть фанатиками или в силу каких-то иных причин. Зачастую даже зависти к тем, кто успешно работает, например. К тем, кто занят круглые сутки добыванием бабок. Вот. То есть той жизнью, которую ведёт весь Запад, как бы то ни было. Вот. И там не ходят, там нет так называемого пофигизма. Вот. Если есть, то это только у бомжей, которые не преследуются, так же, как и здесь, по-моему. Потому что у моей приятельницы на последнем этаже на площадке живут двоим бомжей, а собака всё время лает. Но она, мне говорит, там жаловаться никогда не буду, потому что никогда не жаловаться. И в суд тоже не подам. И прогнать жалко, потому что куда на морозах прогонять. Короче говоря, везде своя проблематика. Насчёт реставрации старых дел, опять повторю, процессы, наверное, такие и есть. Думаю, что власть продолжает разделять и властвовать, потому что на этом построена политика любых властей. А умиротворение и сдерживание всех сил – это тоже одна из составляющих сил власти. Так что какого-то, слава Богу, не чувствую, слава Богу, преобладания, скажем, старых, берущих реванш у новых и так далее. Я не наблюдаю. Книги мои выходят, только что стало продаваться новое издание собрания сочинений с новым совершенно томом. И отдельные там тома и так далее, и так далее. И моё присутствие здесь говорит о том, что ещё не произошло реставрации, между прочим. Я по-прежнему враг коммунистической доктрины. Это ещё громко сказано. Враг утопии, враг централизации, если на то дело пошло. Хотя вот так называемого свободного рынка тоже дофига всяких недостатков. То есть капитализм также грешен разными недостатками, как и прочие системы. Но, как сказал Черчилль, демократия – дерьмо, но лучшую систему мы не знаем. С языка сняли. Это действительно так. И легче управляться. А что касается такого отношения властей к инакомыслящим, к своей оппозиции, я считаю, что власть должна быть более либеральна хотя бы для того, чтобы существовало критическое отношение к действиям власти, которые ей же помогают исправлять, кстати, собственные ошибки. И совершенствовать систему обратной связи, заставляющую власть реагировать на критику деловым образом. Зачастую помогающую, кстати, власти. А если власть считает, что критика – это пустопорожнее, и так в силу традиций, как вот республиканцы пикируются с демократами, а система остаётся той же, то никому это не мешает. Добро прибавляет в жизни многих людей такого азарта уже не спортивного, а политического азарта, который, по сути дела, является азартом спортивным. Если демократы творят какую-нибудь глупость, например, президент штатов демократ занимается оральным зексом в кабинете, то его болельщики прощают ему всё, даже если он будет пидорасом, например. Я вовсе не считаю сексуальное меньшинство преступниками и так далее, и так далее, наоборот, либеральным. Отношусь к ним, не люблю только экстремистов, всех этих дел. А так, это что ж, вот, таков человек, таково творение, в силу чего нарушаются нормы в нас. Мы же, каждый из нас, отчасти мужчина и женщина, я отвлекаюсь от этого. Так норма прекрасна, наоборот, она создаёт в творческом человеке даже какие-нибудь отклонения небольшие, незамечаемые. Создаёт, наверное, такой букет в художники, в поэте, в композиторы, который, собственно, и делает талантов, как бы то ни было. Потому что сущность женщины, на мой взгляд, более глубока, чем сущность мужчины. И при смеси это даёт вот такой прелестный совершенно образец человеческой деятельности и духовной, физической, само собой. Это у женщин же нет Валуева. Вот. И так далее. Но это я несколько отвелился. Живая струна, живая струна. Советская и лесбийская. Пусть на вахте обыщут нас начисто, и в барак надзиратель пришёл. Мы под песню гармошки наплачемся и накроем наш свадебный стол. Женишок мой, бабёночка видная, наливает мне в кружку тройной. Вместо красной икры булку ситную он намажет помадой губной. Сам помадой губною не мажется, и походкой мужской идёт. Он совсем не мужчиною кажется, только вот борода не растёт. Девки пацают, дробьют цыганочку, бабы старые горько кричат. И рыдает одна лесбияночка на руках незамужних девчант. Эх, закурим махорочку бискую, девки заново выпить не прочь. Да за горькую, да за лесбийскую, да за первую брачную ночь. В зоне сладостно мне и не маятно, мужу вольному писем не шлю. Всё равно никогда не узнает он, что я Маруську Белову люблю. Всё равно никогда не узнает он, что я Маруську Белову люблю. Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика. Живая струна, живая струна. Юз, скажите, а вот столько тем и просто столько дорог вы наметили, не знаешь, по какой идти. К собранию сочинений, если вернуться, вы довольны тем, как издали? Очень, очень доволен, даже я больше доволен изданием отдельных томов, не нумерованных, потому что на обложке у них, по-моему, замечательные всякие картинки. Там колбаса, стакан кефир. Нет, я такие не видел, я видел, что... Вот вы ещё не видели, но это то же самое, это аналогичные тома, но одни нумерованные, это из СОСО. СОСО – это собрание сочинений, а не вид сочинской любви и не партийная кличка тирана. Вот, да. Очень доволен, очень доволен, вроде раскупается, во всяком случае, в продаже до выхода не было после тех изданий. Знаете, у меня с старшими книгами связано несколько моментов в жизни. Наверное, вам много рассказывают таких же каких-то воспоминаний. Первая – это «Кыши, два портфеля и целая неделя». Я купил эту книжку, когда учился во втором классе, купил, чтобы подарить своему другу. И по дороге к нему я начал её читать в троллейбусе и не подарил, потому что я просто не мог. Ну, мне приятно слышать. Я, между прочим, сам до сих пор люблю эту книжку, потому что я помню качество вдохновения, с которым сочинялось. Но качество вдохновения – это вещь простая, можно даже назвать любовью, если говорить об отношении мужчины к женщине во время краткосрочного, скажем так, романа. Или роман «На всю жизнь», который у меня уже длится 30 лет с моей любимой женой. Так что я помню, вот «Кыш к Фрому» я не так уж отношусь к этой книге. Потом ещё к другим книжкам детским тоже не эдак. К первой книге рассказов «Два билетная электричка» вам тоже, наверное, попадалось. Попадалось? Но вот мне кажется, что «Кыша»… И идут разговоры о том, чтобы издать «Повесть Чернобура и Лиса», и эту книжку рассказов тоже вместе там, «Малыша». «Малыш – чудесное» издательство, у меня хорошее отношение с редакторами. И вообще я рад, что здесь выходят мои книги. Если они выходили где-то там в Германии, во Франции, в Голландии, там в Венгрии, в Штатах, то всё равно я ни слова не понимаю, я только смотрю на издание. Красиво, красиво. Ну, красиво и красиво. Издают книжки хорошо, кстати. В России тоже стали издавать лучше, потому что поначалу, когда был такой книжный бум, огромный, в начале перестройки, пошли всякие издания от философских до оккультных, и фашистских, профашистских, вернее, да и фашистских тоже, или антифашистских. Это была первая волна. Это была волна, чудовищная бумага, чудовищное издание совершенно. На них невозможно смотреть. Скоро они станут биографической редкой. Я вам скажу откровенно, что нам тогда было абсолютно всё равно. Да, мне самому я приехал. Лишь бы это было написано. Я в 88-м году первый раз приехал. А перед отъездом на таможне я сказал, ровно через 10 лет я буду здесь. И ровно через 10 лет я приехал, между прочим. Так что могу смело считать себя ясновидящим. А вот возвращаясь к детским книжкам, примерно в одно время тогда вышли и Денискин рассказы Драгунского, и вот ваши детские... Уже немножко раньше вышли Денискин рассказы. Но всё равно, это была такая тоже своего рода волна, когда появилось много очень качественной детской литературы. Причём они все были окрашены. Кабаль, Сотник, да я могу много... Это были очень добрые. Переводы Захадера. Очень добрые книги, как-то они ориентировали детей. Почему сейчас нет такой литературы? Вы знаете, честно говоря, нет у меня ответа на этот вопрос. Для меня-то детская литература не была способом заработка. Я, естественно, развивался. Я второй раз переживал детство, когда я писал детские книжки. Они были несколько прилизаны, естественно, в смысле тематически, потому что нельзя было говорить о внутрисемейных конфликтах. Но это действительно, наверное, не для детей. Хотя там в Кыши-2 портфеля у папы с мамой есть что-то такое. Но это на такой лирической волне. Пойдём погуляем, говорит мама, папа. И они выходят и разговаривают на улице. Да-да-да. Так что чисто социально это действовала какая-то такая самоцензура. Но в детской жизни, между прочим, вся эта проблематика стоит на втором плане. На первом плане существования тебя как ребёнка. Только для меня это было вторым детством. А потом постепенно, после нескольких книг, пришло желание самовыразиться уже. То есть я повзрослел, духовно повзрослел. Хотя всю жизнь набирался вот этого опыта. Социального, психологического, общественно-политического и так далее. И я стал писать в ящик, у меня и мыслей не было. Показывал нескольким друзьям. Потом даже перепугался, потому что, ну запросто, мой приятель, прочитав, например, руку, сказал, старик, ну что тебе сказать, расстрел. Ну вот, кстати, с этой уже взрослой литературой, это моё второе воспоминание. Когда я жил в Кишинёве, это было начало 80-х, мой друг учился в Москве в МАИ, в авиационном институте. Его выперли оттуда, по-моему, за безделье и за антисоветчину. Он приехал, и первое, что он сделал, он спел мне песню «Окурочек». «Окурочек» и «Облака» Галича. Я был просто в некоторой прострации, он говорит, вот такие вот песни приходят оттуда, с зоны. И через там полчаса или там два часа нашего сидения на кухне под хорошее вино, я ему сказал, это не может быть простое народное творчество, слишком всё профессионально выстроено. Он говорит, ты не представляешь, народ какой у нас, народ, как он выстроен. Слушайте, Олег, 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 это же смешно, ваш приятель должен быть очень милый человек. Но народ никогда в жизни, сообща, сев на заваленке, поддав там ведро самогона, не мог хором зафигачить какие-нибудь там однозвучные звенит колокольчики. Или другую какую-нибудь... В России масса гениальных песен, кстати. Или народных, или блатных. Свои песни я не отношу к блатным, кстати. Это песни лагерные, вот, если говорить строго о жанре. Правда, вот я недавно, у меня в контексте романа есть разговор там о кабаке, который держат кружевики такие, он называется «Жульен». От слова, естественно, «жулик» и от блюда. И там один такой, ну, бывший, но завязавший, завязавший урка, поет песенку об этом кабаке. А это действительно песенка блатная, от блатного. Там герои ее, ну, лирические, как говорят, мотой. А так, вот, все мои песни, это песни или лагерные несколько, или песни совка, совка, среднего обывателя. Это и я, и вместе с тем, по стилю выражения, это обыватель, это совок типичный. Таким, каким и я являлся. Потому что, какими бы мы ни были, вы знаете, в те времена мы адаптировались к среде, как бы то ни было, говорили на ее языке. Мне так было запросто, я шоферил всю дорогу. И мне, когда я был в компании шоферней, вот, я, естественно, говорил на ее языке, потом смотрел на себя со стороны и думал, а я ведь, в общем, другой человек. Я могу потрепаться о Шопенгауэре, там, или о гомерит, о литературе, и так далее, и так далее, и так далее, поэзии, друзья все, литераторы. Вот. Так что это, вот такая песня. Сейчас я все-таки закончу. Ну, а ходили они, а, естественно, автор был неизвестен, кроме узкого круга. Ну, в общем, получилось так, что где-то через пару лет он, мне сказал, он снова съездил в Москву к друзьям, вернулся и сказал, что он нашел не только автора, но нашел его книгу. Это была первая половина 80-х. Да, Николай Николаевич впервые вышел. И он привез книгу сам издатускую, естественно, переплетенную каким-то хитрым образом. А, это мой друг переплел. И вот, представьте себе, я узнаю уже сейчас, сколько, 20 лет спустя, даже больше 25 лет спустя, что это оказывается ваш друг, что он оказывается знаком с нашими, с моими коллегами, что они общаются, что все живы, что все нормально. Замечательно, замечательно. А были такие времена. Я, кстати, мне говорят, вот бесстрашный, ты написал роман, я вам клянусь. Никакого чувства бесстрашия у меня не было. Это было чувство свободы. И мне никто не мешал быть свободным, но при этом я не хотел отправлять это за границу, потому что я понимал, как только мои книги... Не буду говорить об авторах, это не то. Накал антисоветчины, это был верх того, что можно сделать, так сказать. То сразу возьмут за это дело. А известности такой, как у Солженицына, скажем, или еще у кого-нибудь у меня не было совершенно. Так что одна мысль, что я очищусь в камере, где все курят, а я завязал с курьем, прокурив 25 лет, меня погнало... Страх как раз погнал меня туда свалить. А писать не было такой силы, чтобы мне помешало, пока я жив. Отнять свободу творчества не может у человека никто, если только он не претендует, чтобы его непременно печатали, и чтобы он был известен. Для меня главное было писать. И сейчас для меня главное, кстати, писать. Ну, понимаете, это очень тонкий момент. Быть свободным может каждый из нас, но самоцензура, которая существовала в те годы, самоцензура внутренняя, внутренний страх перед тем, что как я могу, я даже сказать это не могу, а написать, да еще и опубликовать. И очень много талантливых людей не могли двигаться вперед, потому что внутренний цензор не давал им это. Вы знаете, честно говоря, этих людей я всегда презирал и даже скандалил. Потому что сказать, вот если бы не власть, я бы написал хрен знает что, я ему говорю, подонок, ты напиши при власти что-нибудь вообще, не ссылаясь на то, что тебе трудно. Потому что свобода – это божий дар. Сервантес, между прочим, Дон Кихота зашарахал в тюрьме, как бы то ни было. А Видий находился всю жизнь в ссылке, между прочим. Ну, ссылка-то ему и давала силы писать такие тремные стихи. Ну, это уж, знаете, лучше не быть в ссылке. Ну, естественно, тоска. А я в лагере писал стишки тоскливые, плохие. Но первые песенки, кстати, две, написал в лагере. Вот. Ну, написал не, не написал, а навыло, так точнее сказать. Ну, естественно, на мелодию. У одной моя мелодия случайно сложившаяся, а у другой вот это «Птицы не летали». Ну, песенка военных корреспондентов. Я так и говорил, музыка блантера, слова МВД. А когда у меня брали интервью там на Западе и говорили об инакомыслии, я говорил, нет, извините, я не причисляю себя к инакомыслящим, я свободомыслящий человек. А инакомыслящими я считаю членов Политбюро. Вот что вы меня извините. И до сих пор я так думаю, что каждый человек свободомыслящий. Да. А инакомыслие, это может быть несогласие с чьей-то точкой, с точкой зрения, пусть они говорят, что я инакомыслящий, а я себя называю свободомыслящей. И вам это советую делать. Живая струна, живая струна. Я напоминаю, друзья, что вы смотрите Шансон ТВ и слушаете радиостанцию Шансон в программе «Живая струна». У нас сегодня Юс Олешковский. Я возвращаюсь к теме блатной песни. Есть же вот такое понятие, как блатная песня, приблатненная песня, которая пытается быть похожей на блатную, блатняк. Ну, можно эти жанры называть по-разному. Я понимаю, о чем идет речь. Вот вы как для себя как-то разделяете? Ну, вот я вам говорил о песенке, которую могу считать блатной, потому что поет ее блатной. И вся фразеология этой песни про ресторан Жульен тоже блатная. Потому что и блюда так называют. Я не буду себя цитировать, я уже забыл. И можно смело писать приблатненные песенки, где будет типа там «Гоп-стоп, паровоз не стучите колеса», «Кондуктор, нажми на тормоза», я считаю, это песня гениальной. Вот. И такой, такого, вот такой поэзии исполненной песни я не встречаю ни у кого из поющих. Хотя песни есть очень симпатичные. Чей, опять же, лирический герой – это действительно блатной. Не просто мужик, сидящий в лагере, а блатной, имеющий отношение к среде, к законникам, или к шестеркам, или к паханам, и так далее, и так далее. Вот. Даже, вот скажем, моя песенка «Советская и лесбийская» – это совсем не блатная песня. Это песня о нормальных бабах, которые в силу условий жизни становились лесбиянками. Назывались они, правда, гораздо грубее и даже мне неприятнее. Но, тем не менее. И что ж, между прочим, вот как бы то ни было, как бы то ни было, через лагеря прошло столько россиян, всех национальностей, что это не могло не сказаться на речи народной. И фенькой пользуются сейчас и в верхах, между прочим, и всегда пользовались. И есть замечательные языковые находки именно в этой среде, кстати. А язык русский настолько могуч, как океан, что он принимает даже щепки, даже мусор, между прочим. Это уж ваше дело, как у буревестников, потреблять экскременты, сбрасываемые с теплохода. Вот. Или нет. Да. Или вести себя по отношению к океану языка благопристойно. А он меняется, язык, по сравнению с тем, каким он был, когда вы уезжали? Язык всегда меняется. Это живой организм. Он меняется, но, тем не менее, изменяясь, он, на мой взгляд, молодеет. А если он не изменяется, он, наоборот, дряхлеет и вообще исчезает. Как исчезают народы, скажем. Вот дай бог, чтобы имперские народы, бывшие имперские народы, не вымерли, а наоборот вообще жили своими жизнями и молодели. И чтобы рождение превышали смертность. Вот. Того вот я и желаю всем россиянам. А скажите, а в годы вашей молодости, ну, скажем, там, в 50-е, 50-е, 60-е годы, на улицах было так же много мата в повседневной речи, как сейчас? Гораздо меньше. Гораздо меньше, потому что это преследовалось. Я сам три раза отбывал по 15 суток. Да вы что? Причем по глупости. Я, да, серьезно говорю. За обстанную лексику? С языка, с языка сорвалось. Тут же мент, и уже даже не отвалишь. Бывало, что и отваливал, не только я. Вот. А мат, тем не менее, употреблялся всегда, везде. И на производстве, и наоборот, он роднил начальничка с подчиненными, потому что когда он мытягнется, ну, давай, особенно при обжалах, еще там по матушке и так далее, это как-то роднило, действительно, сообщало энергию. И нечеловеческое второе дыхание бывало у работяг, не выходивших сутками из цехов, кстати. Я сам пацаном пошел работать на красной пролетарии, мне было 14 лет. Меня по блату устроили, мне еще не исполнилось 15. Вот. Ученик электромонтера. Я помню все эти времена. Вот. А в лагере без мата вообще нет разговора. И это особый разговор вообще об этом. О том, какова роль мата или каково происхождение мата, ставшего ругательным, в свое время бывшим священным языком людей. Сакральным, да. Сакральным языком. Потому что речь касается где-то производящих органов и любви как таковой. К сожалению, мы выродились, а не стали воспитанными. Я буквально на днях перечитал Николая Николаевича, освежил впечатления, готовясь к нашему интервью. И я вдруг почувствовал, что то, что казалось мне невероятно ярким, смелым, необычным и живым, сейчас это обыденно. Сейчас в литературе очень много появилось и обсценной лексики, и таких свободных каких-то оборотов. Ну, матершины, скажем, прямо. Да, вы сделали первый шаг, такой очень важный, вы раскрепостили язык. И сейчас, на фоне того, что издается сегодня, это даже выглядит вполне невинно. То есть нормально, скажем так. Да. Но с точки зрения известных кругов, скажем, это так или иначе считается ненормативной речью. Да. Вот. Но, к счастью, к счастью, речь народа не может быть нормативной. В ней должно быть всё. И то, что считается нецензурщиной, и то, что считается нормой, и так далее, и так далее. Я, кстати, матерясь, зная этот язык, точнее говоря, буквально с трёх лет, потому что я рос во дворе, я ни разу в жизни не ругнулся при родителях. Не от того, что я такой высоконравственный тип, а потому что это было табу. Да, конечно. И вообще там, где... У меня есть книги, где вообще нет ни слова мата. Если мне это не нужно как литератору для воспроизведения речи персонажа или воссоздания атмосферы, где мат употребляется, нет силы, которая меня остановила. Меня совершенно не интересует, как к этому отнесётся цензура, тем более сейчас её нет. А если в некоторых книгах, скажем, начало матерного слова, а потом точки-точки, а потом окончание, это же смешно. Все знают, от кого они прячутся. Так лучше уж действительно печатать так или иначе, но редактор, на мой взгляд, обязан бороться с неправомерностью появления мата в контексте, когда он совершенно не нужен, когда автор теряет вкус. Вот. Точно так же, как они борются со словами-блохами на странице, в абзаце и так далее. Это дело редакторов вкуса, между прочим, а не сознания чисто цензорского. Для меня этой проблематики, одним словом, не интересует. Наоборот, я очень раздражаюсь, когда вижу, что это неуместно, что это бесвкусно, что это фенька или тусовочная какая-нибудь такая, причем чрезмерная. Меня гораздо больше не то чтобы раздражает, а вообще доводит до бешенства такие словечки, как «как бы», например, или «он буркнул», «она фыркнула». Что значит «фыркнула»? Если бы инопланетянин писал донесение куда-нибудь на Маркс, что употребляется глагол «фыркнул», подумали, что это не мыслящие существа, а свиньи. Вот. Только собака-лошадь фыркает вот так вот. И то это не горловое, а это чисто носовое, между прочим. Или всякие выражения типа «он в нее вошел». Я даже придумал самый короткий рассказ в мире. «Он в нее вошел и не вышел». Да. Нет, ну это дикая бесвкусица, это оскорбление языка, кстати. Так же, как частое употребление слова «однозначно», это было еще лет 20-30 тому назад началось, вдруг «однозначно» поцарилось в языке вообще. Ну так вот слова приходят и уходят. Вы говорите «живой организм». Конечно, живой организм, стихи и речи. Это уже зависит от ваших чисто фильтровочных способностей вообще. Как продолжить кидать мусор в этот океан? Или наоборот, заботиться о его экологии? Живая струна Живая струна Живая струна Я помню, как лет 10 назад я услышал в каком-то разговоре, не помню, в каком-то из интервью кто-то из литераторов сказал, что «Да вы знаете, что в одной только Англии 250 тысяч женщин-писательниц, официально существующих». Я понял, что в Англии, на этом маленьком острове... А в Америке? В Америке еще больше. Вы себе не представляете качество этой продукции. Я, правда, с ней знаком только по переводам. Это что-то чудовищное. Это вообще антиязык. Это антиискусство. И вот, читая эти книги, видя их засилие по количеству... Ну, у нас то же самое происходит. Над книгами серьезными, талантливыми, это происходит общий откат, на мой взгляд. Была эпоха преображения человека из зверя в человека. Это божественного преображения, я считаю. А сейчас откат человека-зверю. И симптомы его просты. Вот даже татуировка, это же, между прочим, симптоматика возвращения к тем временам, когда татуировка была сакральной, кстати, как сегодняшних папуасов. То есть, сегодняшних, вечных. Они живут неизменной своей жизнью. Вот. И я, наблюдая над вот этим временем, над эпохой... За эпохой отката, наблюдая, преисполнялись, конечно, мыслей грустных. И, пожалуй, это впервые с тех времен. Потому что, помните, были века, скажем, средневековья, считающего темным, считающего темным, на самом деле, давшего миру массу гений. Да. И породившего религиозное мышление, очень серьезное, и философское, и художественное, и так далее, и так далее. Вообще. Я, по сравнению с теми временами, думаю, дико откатились. Но разве представите себе читающего человека 400 лет тому назад, читающего такое дерьмо, я не буду употреблять уж фамилии авторов, и мужчин, и дам, которые не имеют никакого отношения к литературе, а только к спросу. Человека-зверя. Да, вот они находят своего читателя. Потому что читатель, по сути дела, обездушен и обезглавлен. Кроме архетипов в этой книге, ничего в книге о сыщиках бесконечных, о убийствах, кроме архетипов погони за преследуемым или спасением преследования и победы сыщика, больше ничего нет. Это архетипы, то есть образцы древнего и древнего до человеческого сознания, к которому каким-то образом возвращается наша память. Я не знаю, прав ли я в своих предположениях, но однако я чувствую именно такого рода природы происходящего. Я вот, знаете, думал о том, что эпоха Ренессанса, она наступила после того, как человечество прошло огромный путь развития. А книгопечатание пока еще по сравнению с той эпохой доренессансной, оно еще слишком маленький путь прошло. Может быть, впереди еще ренессанс книг? Боюсь гадать о том, что будет впереди. Надежда на то, что, кстати, до письменности существовали мифы. Мифы, живущие до сих пор, не отчуждавшихся от тематики любви, секса и так далее. Только в мифологическом обрамлении это выглядело достаточно торжественно, пышно, возвращало к нас к природе создания и человека, и общества, и так далее, и так далее. Мир был полон духов, и крестьянин какой-нибудь, он относился к былинке не так, как к сегодняшний крестьянин к ней относится. Он видел в ней ангела, то есть за ней ангела, кто-то руководит погодой, дождем. Жизнь его была поэтична. А сейчас, увы, мы смотрим сводки погоды и не видим за этим ничего, кроме хаоса, непредсказуемого даже самыми быстрыми компьютерами вообще. Мифотворчество, оно... Так вот, был дописьменный период. Там были похабные сказки, их потом собирали, собирали, собирали. Афанасьев, в частности, их собрал. Они дико смешные, иногда совершенно идиотские, оскорбительные или для мужиков, или для баб. Но, тем не менее, ужасно интересно. Это было у каждого народа. Не говоря о том, что фаллический культ и культ женских гениталий был, как плодородие, богиня плодородие, существовало в истории у всех народов вообще. Я хотел бы сказать пару слов именно о детской литературе, которая, на мой взгляд, никогда, ни при каких условиях не должна способствовать дегенерации ребенка. А народ, наоборот, должна способствовать его духовному росту и поэтическому, кроме всего прочего вообще. Это зависит уже от самих писателей, как они реманивают, как они пишут о мире, в котором находится ребенок. К чему они приволивают его внимание. Сейчас мы видим всеобщую вот эту тягу к эскапизму через того же Гарри Поттера, когда ребенка уводят в волшебный мир. Вы знаете, я брак этого именно потому, что ребенка уводят от реальности. И в свое время, когда он повзрослеет, этот увод от реальности должным невротическим образом скажется на его психобиологической структуре, кстати, личности его. Я абсолютно в этом уверен. Это задаром не пройдет. Так же, как не проходят задаром сцены насилия на телевидении. Дети проникаются ими, так или иначе, смотря. Потом выстрелы в школах, убийства. И вообще формирование ребенка-звереныша с детских лет, между прочим. С поэзией пистолетиков, там, вражды, победы над ближним и так далее. Мне это не нравится. В церковь его воспитывают эдак, а большинство американцев ходит в церковь. Потом, выйдя из церкви, для него это скука дикая. Он открывает ящик и видит, там, черт знает что вообще. А когда он добирается до взрослых передач, он видит вообще и порнуху, которая не может отношения иметь никакого к эротичности, только внешний раздражитель. Ну, что вырастет из него? И маньяк может вырасти. Тем более, в каждом из нас живет зверь. И каждый из нас должен его превозмогать. Очень часто, кстати. И воспитанием, и традициями, и внутренней волей, и так далее, и так далее. А это, наоборот, распускает в человеке память о зверстве. И вот она, возвращаясь, сделает из него черт знает кого. И этот человек, вот, допустим, поймали, маньяка-людоеда, серийный убийца. Он честно говорит, он не знает, как это происходит. Я абсолютно ему верю. Я даже писала предисловие к одной книжке о людоедах. Оно называлось так. Оправдать и обвинить. Обвинить по высшей мере закону. Если расстрел, расстрел. Если пожизненное, пожизненное. Но он должен быть обвинен, он должен быть оправдан, потому что он действительно не знает, почему он это делает. Он честно говорит, я не знаю. Его исследуют. Нет таких томограф, которые добрались бы до природы, скажем, его поступков и так далее. Но, тем не менее, это есть. Я-то объясняю тем, что в человеке живет глубинная-глубинная-глубинная память о своем человекозверском детстве. Когда гоняли за бабами по лесам, жрали друг друга. Кстати, человек прошел пору развития людоедского, чисто каннибальского. Потом он превозмог это ради биологии, потому что селекция инцестов при помощи инцестов давала выродков там и так далее, и так далее. В общем, человек преображался. А сейчас искусство, в частности, вот такого рода способствует возвращению человека в те времена, я уже повторяюсь. Так вот, в человеке есть такая память, как, например, вот где-то ближе к центру земли возникают вулканические движения кверху, сдерживаемые земной корой. Где-то они прорывают и начинается катастрофа. То же самое и в человеке, в том же людоеде. Вот прорывается, он сам же не знает, почему. А религия может спасти? Вот. Безусловно. Безусловно, воспитательная роль религии, если только она ведется просвещенными батюшками, они так довольно туповаты и казенные. она всегда была для человечества, между прочим, и для китайцев, и для индусов, и для Магометана, для иудеев, и для русских, примерно, всего 2000 лет тому назад православие и так далее, и так далее. Была духовная пища, между прочим. Это не мешало и еретическим взглядам, и чисто богословским, и философским. Даже атеизм казался божественным, потому что атеисты воевали с тем, кого, на их взгляд, не могло быть и нет. То есть, с тенью. Я-то всегда безбожникам говорю так. И я себя не причисляю к людям церковной жизни, к кругу церковной жизни. Я его не выдерживаю, не привык к этому воспитанию, своим образом жизни и так далее. Я всегда этим людям говорю, вот ты не веришь, но речь не о том. Дело в том, что в тебя там верят. Поэтому ты есть идиотина. Поэтому ты такой везунчик, кроме всего прочего. И любовь в тебе есть, и дети вообще, и достаток. И ты можешь радоваться существованию как таковому, между прочим. Скажи, слава тебе, но слава небесам. Потому что боженька ведь не на облаке сидит, в конце концов. Да, я помню, кто-то из религиозных деятелей говорил, что существование Бога не зависит от твоей веры или веры, или неверия. Конечно, конечно. Это мир невидимого, кстати. Ангел-хранитель, в который, я безусловно, верю в эти силы, назовем их силами. Мы только в нашем воображении они приобретают вот этот вид. Батюшка сидит там. Иконопись своего рода символично, глубоко. Недаром древние религии запрещали вообще изображение божеств, потому что не может быть божество. Изображено, но я-то считаю, что в любом произведении искусства истинно духовном присутствует и святое. Я такой рисуночек смешной по-моему, изобрел. Хотел бы даже, чтобы художник нарисовал. В общем, облачко на нем сидит такой седой старикашечка, как у этого самого датского корректуриста. Архангел там, Михаил протягивает ему трубку телефонную, а он говорит, меня нет. вот так я утверждаю, что он и есть. А мы можем надоедать, поэтому и молитвы наши иногда не слышатся. Но это я несерьезно говорю, несерьезно говорю, хотя верю, что вот при каком-то истовом мышлении не то, чтобы так доходит, господи, пошли мне сегодня кошелек на дороге. Этого не будет. Вот. Там знают, как отнестись, кроме всего прочего, к молитвам и к чисто человеческой жизни. Там же не врачи, хотя есть случаи исцеления чудесных. Да. Вот. Только не ежеминутно, к сожалению. Знаете, мне сегодня приснился сон такой странный. Вот именно сегодня ночью это произошло. Мне приснилось, что мы всей семьей, моей семьей, мы находимся в райском саду. И я хожу вдоль какого-то высокого забора, вижу там пролом, думаю, надо выйти, сбегать там, забрать то, что мы забыли еще взять с собой. Возвращаюсь обратно, а перед проломом ходит нечто дьяволообразное и говорит, куда? Я говорю, мне назад нельзя. Я говорю, да нет, можно, я оттуда вышел, а теперь нельзя. Это замечательно, интересный сон. И я просто в ужасе, просто в ужасе, мне было очень страшно. Это уже, ну это красивый сон, надо сказать, красивый сон. Очень красивый сон. Я сейчас, вы рассказывали, я подумал, там еще в райском саду таблички висят, не сорить. Вам снятся? И всякие. Снятся, и снятся, я бы не назвал их даже интересными. Скорее, они какие-то сериальные, странные. Не подбрасывают вам идеи для романов? Нет, но иногда что-то снится и во сне кажется, что я потрясающие стишки, например, сочинил или кусочек страницы. Просыпаюсь, если я даже просыпаюсь, записал, потом утром смотрю, дерьмо. Вот, все. Поэтому во сне изменено отношение даже к самому себе. Это, во сне душа играет с разумом. Вот, что это за игры странные, нам этого не понять. Слава Богу, что спим. Живая струна, живая струна, личные свидания. Я отбывал в Сибири наказание, считался работящим мужиком и заработал личные свидания с женой, своим трудом, своим горбом. Я написал, явись, жена, заскучился, здесь в трех верстах от лагеря в отзал. Я ждал жену, жрать перестал, размучился, все без конца на крышу залезал. Заныло сердце, как увидел бедную, согнулась до земли от рюкзака. Но на нее, на бабу неприметную, в барочной крыше завели языка. И завели нас, торчал я перед бахтой, взволнованный, там надзиратель в обидел шмон. Но было мною в письмах растолковано, как под подол приперечь самогон. И завели нас в комнату свидания, дуреха не жива и не мертва. А я, как на судебном заседании, краснел и перебутывал слова, она присела, милая, на лавочку, а я присел на старенький матрас. Вчера здесь спал с женой карманик лавочкин, позавчера растральчик Моникац. Обоев синий цвет изрядно выленял с железным кругленьким глазом. В углу портрет товарища Калинина молчит, как в нашей хате образок. Подтолковали, жахнул самогон я и самосаду закурил я жизнь. Стели жена, стели постель казенную, так как бывало рядышком ложись. Дежурные в глазок бросают шуточки, кричат зыка тоскливо за окном. Отдай Степан супругу на минуточку, на всех ее пожиже разведем. Ах, люди, люди вы, люди несерьезны, вам не хватает нервных докторов, ведь здесь жена, а не быки колхозные, огуливают важенских коров и зло берет. И что это жалко каждого, да с каждым не поделишься женой. На зорьке, как по сердцу, бил за тяжкою, по рельсе железякою конвой. Давай, жена, по кружке на прощанье, садись одна в зелененький вагон. Не унывай, зимой дадут свидание, не забывай, как прятать самогон. Не унывай, зимой дадут свидание, не забывай, да не меня, вот глупая, не забывай, как тырить самогон. Все. Я напоминаю, друзья, что вы смотрите Шансон ТВ и слушаете радиостанцию Шансон в программе «Живая струна». У нас сегодня Юс Олешковский. А с людьми, которыми вы давно не виделись, вы общаетесь во сне? Бывают такие встречи неожиданные, о которых вы... Или, скажем, с теми, кто ушел. С Бродским вы не встречались в ваших снах? Ну как, я с ним очень дружил, и вообще я его очень люблю, и почитает, пожалуй, единственный гениальный человек, с которым я знаком в жизни, тем более поэт. Снится иногда, да, и очень не грустно, не грустно. Снится иногда. Бродский хорошо написал. И очень редко, очень редко, но снятся. Вот. Ну, это как у всех. Сновидениями не живу. Не живу, это точно. Потому что воображение мое, вот так вот, наяву гораздо интереснее, между прочим, того, что может вытворить сон. Хотя, сами понимаете, что сны все реальными могут быть. Вот как ваше. Да, сон разума рождается. Вот помимо Бродского, ну, собственно, почему я уходил? Я бы сказал, кстати, иначе. Я бы сказал, что сон души порождает чудовищ разума. Это было бы точнее. Вот. Потому что, когда душа... Ну, чего дьявол не делает, пока Бог спит. Вот это точнее сказано, кстати. Мне очень понравилось, у вас есть еще одна фраза о том, что дьявол слушает слова, а ангелы мысли. Да, но нечистая сила действительно слушает слова. Это Макарею вчера рассказывал. Мы с ним выезжали с Дорогомиловского рынка как-то. Делали левый поворот туда, ну, туда, на дачу, к нему. И болтали о всякой всячине. И вдруг он каким-то волшебным образом своим глендровером на скорости, там, на 15 километров в час врезается в москвича старого. И он совершенно раскалывается на две части, и там впереди за баранкой столько сидит чего. Он вылезает, ну, там они быстро объяснились, и Макар ему отремонтировал потом тачку. А я ему как раз рассказывал вот эту штуку, что черти слышат слова, вот. А ангелы, ну, черти не слышат мысли, вот точнее так. Это, вот этот взгляд на вещи, между прочим, поэтизирует и соответствует ему секта молчанов. Я был, как они, трописты они называются. Это католический монастырь, но это секта, они католики, в общем. Да, я был в этом монастыре, мой друг меня возил в Канаде. Я даже купил у них полкоровы, откормленные на траве, и провез ее в морозильнике в Штаты. Вместе с акулой, которую купил у рыбаков в Канаде, замороженные. И когда нас патруль, то есть не патруль, а на таможне, на границе остановил штатский, и спросил, что это такое. Я не болтал, моя жена отвечала. Что это такое? Она говорит, это акула. Он говорит, а это? Она говорит, это полкоровы. У него фары на лоб, это для него, как ваш сон вообще. Отваливайте. И мы поехали. Он вообще не повел, что это может быть, и думал, да, она шутит. Вот. Смотри сам, если тебе хочется. Акула была, естественно, завернута, она могла быть даже каким-то трупом, прости господи. Да. Так что, это все. С Макареевичем вы давно общаетесь? Давно. Вы видели в нем собрата такого по свободе духа, да? Конечно, конечно, я его очень люблю как личность. Спасибо. И, кстати, благодаря ему был записан первый мой диск, CD. Записали его в Нью-Йорке, а потом его здесь обрабатывал, накладывал. И, по-моему, я ничего там пою, а всякое время как-то это устраивает. Вот. Я уж не говорю о том, что он мне сосватывал и первое издание собрания сочинений, просто познакомился с издателем. Кроме всего прочего. Он очень интересный человек, так и, между прочим, и писатель замечательный в своем жанре. Очень естественный, что сдается с огромным трудом, даже большим профессионалом. Вот. И художник замечательный. Ну, я уж не говорю о его прочих добродетелях. Люди, с которыми вы общаетесь, с которыми вы общались раньше, которые поют ваши песни. Дина Верни, например, она же исполнила окурочек. Дина Верни вообще раньше, чем кто-либо записала целый диск моих песен. Потом в Париже у нее в замке, под Парижем, точнее, мы так под балдой вместе с ней пели. Было очень смешно. Зрителей никаких у нас не было, кроме моей жены Иры, попугая и обезьянки, которая меня не слушала, потому что она круглые сутки смотрит телевизор. Она сидит, пожрет или сходит куда нужно, потом сидит, смотрит телевизор. Вот. Да, пели. Она была первым человеком, который позвонил мне вообще на Западе в эту венскую гостиницу. Хозяин, который считал меня чумой, потому что я такой был шустрый, устраивал пьянки, готовил холодцы или эти самые по-немецки свиные ноги с кислой капустой. Вот. Да. И когда я ему, и нет, моя жена сказала им, что это звонила миллиардерша, вот совершенно на глазах преобразился. Это стал шестерка, а не хозяин гостиницы, что меня покоробило, естественно. Вот. Да. С Диной дружу до сих пор. Иногда видимся, когда я приезжаю в Париж, она совершенно замечательная женщина, замечательной судьбы и настоящая ультрегерша. Она открыла музей Майоли, доме и замечательный музей по экспозиции, по всему. Вообще замечательный человек она. Ну, сейчас уже не до песен, потому что она тоже в возрасте человек и так далее. В Россию она, по-моему, больше не ездит, но ездила в свое время. Живая струна, живая струна. Очень интересно, что есть в вашем исполнении песня Юза Олешковского. Вот. Олешковский поэт, который был и за него я сделала эти две вещи, потому что он еще был в неволе. Даже три, товарищи Шаллина. Да, даже три. Самые лучшие. Я вам скажу, это прекрасный человек этот Олешковский. Во-первых, это большой поэт. А во-вторых, это очень милый и приятный человек. Ну, и писатель. И писатель. Есть еще люди, которые поют ваши песни? Да есть, пускай Миша Гулько поет, я знаю. Поет хорошо и достаточно по-кабацки. Меня это расслабляет. Меня немножко не нравится, когда он там покашливает, как и в Монтан. Вот. Так, ляпнул. А с Монтаном была история, кстати, Дина. Дина, вернее, ему посоветовала перевести. И кто-то перевел пару моих песен, он их пел. Монтан. И должен был мне заплатить, естественно, гонорар. Но не платит нифига. Я Дине сказал, Дина, где же бабки, договаривались так, между прочим. А бабок тогда не было, между прочим. Да. Она говорит ему, послушай, Монтан, ты трогаешь моих людей. Такой наезд, разборка. Почему ты не платишь Олежковскому за окурочек? Это он написал, между прочим. Он говорит, как это было при царе еще написано. Она говорит, при каком царе, когда сто сто четыре вообще кидается окурочек вообще. Вот. Как это могло быть при царе? Он говорит, у русских может быть все. Да. Тем не менее, бабки заплатил. Да. Ну, просто двинуло это дело. Это, к слову, а и в Монтане. Кстати, мне это было чрезвычайно приятно. Он все-таки всемирно известный певец. Честно говоря, он поет плохо. Гульку поет лучше. Вот. Потому что у него и русского нет. Он делает Калимского белого и что-то драматизирует. Когда надо было просто петь, и все. Есть мелодия, есть текст переведенный. И лесбийскую, по-моему, он сделал. Из Калимского белого ада Акалима, Акалима, который стал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, тем не менее, это мне было приятно. Потом сам момент легализации песена, интереса к ним для меня был, мне как-то льстил, потому что я никогда не думал, что кто-то будет петь. Но я спел потом в СДЛ, кто-нибудь просит, ну спой, когда все подбалывали. Естественно, я пел всегда безотказно, постукил его так руками. Я, кстати, не в детстве, в юности играл на аккордеоне довольно неплохо, без нот, у меня были быстрые пальцы, вкус, слух. Вот, очень долбал и так по-джазовому, иногда так по-лирически. Но потом я проклял этот инструмент и не стал учиться на гитаре. Почему? Для того, чтобы аккомпанировать. Потому что я понял, если я научусь играть на гитаре, я пропал. Песни пошли в тираж, надо писать и писать, возобновлять, петь под балдой причем, потому что без этого не бывает. И все, я погиб, а у меня муза есть, я считал, серьезно. Я не ошибся, кстати, я ее не изменил. Я прекратил и песенки писать, и учиться играть на гитаре. Очень рад. А с Высоцким вы были знакомы? Вот. С Высоцким? Да, конечно, конечно. Я впервые услышал песню о Сталине, из его уст, кстати. Он был в Крыму, и жена говорит, послушай, послушай-ка. Первая моя жена, царство небесное. Я слушаю Высоцкий, поет песню о Сталине. Мне было тоже необыкновенно приятно. А когда мы познакомились с Куре, просто через месяц, наверное, ну, подали, разговорились и так далее. Поговорили о песенках, я ему еще что-то и песенки свои спел. И он перестал петь. Не то, чтобы я ему сказал, не пой. Вообще об этом разговоров даже не было. Наоборот, я ему сказал, что мне это через себя неприятно. Он сам прелестный, умный был чувак. Я его очень любил. Вот. Он перестал петь, посчитал, что Вы лучше поете? Да нет, нет, нет. Ну, он настоящий певец, а я, что там, я пошивотай любитель. Вот. Нет, просто он, у него самого хватало пороха. У него есть гениальные песни, гениальные тексты просто, которые я обожаю. Там, и банька, там, лошади, там, и в иконе помедленнее. Ну, и прочие, там, юмористические, другие, и сатирические. Ну, вот у него... Вот. Он же и мурку пел, по-моему. Мало чего он там пел. Любому, а мне, как автору, только очень интересно. Между прочим, дай Бог каждому наделать за короткую жизнь столько, сколько наделал он. И произвести, между прочим, не то чтобы революцию в умах, а позволит поспособствовать жизни, существованию, росту чувства достоинства в людях в те времена, между прочим. И не только, кстати, у рабов империи, а даже у хозяев, если на то дело пошло. Мне тут приоткрыли секрет, спрашивают, почему вас, почему не посадили вас в свое время? Меня спрашивали иногда, задавали вопросы на встречах. Вот мне один человек, вхожий, самый туда, сказал, что песенки мои Брежнев пел по пьянке в Заидово, когда они гуляли, там, хавая оленя убитого. Вот чего ж тогда сажать-то? Наверное, ЧК тоже прислушивалась к этому делу. Да, тем более, в них вот такой там долой власти, в них никогда ничего не было. Тем не менее, по духу они всегда были антисоветскими. Даже лагерный сюжет уже был антисоветским сюжетом, потому что эта жизнь не изображалась вообще в литературе. Вот, в поэзии там где-нибудь и так далее. Знаете, сколько поэтов сидело? Жигулин, например, прекрасный поэт, царство ему небесное. Вот. При жизни его лагерные стихи были... Их не было, собственно, в сборниках, потому что редактора выкидывали. Это была замечательная лирика. Вот. Или рубцовские стихи. Там не было многих при жизни напечатанных стихи, которые были не антисоветскими, но... Не вписывались в контекст. У Бродского никакой антисоветчины не было, если на то дело пошло. Вот. Это у меня в прозе была чистая антисоветчина, антикоммунизм и так далее, антиленинизм, антимарксизм и т.д. А у них ничего подобного не было, тем более могли бы и печатать. Но цензура была так тупа, что даже грех о ней вспоминать и осквернять именем ее уста свои, нормальные уста свободного человека. А вообще у вас отношения с виртуальным миром какие? С интернетом, с компьютером? Я в интернет лажу очень редко. И то для того, чтобы... Вообще иногда о чем-нибудь узнать. Но редко. Я не люблю компьютер, я не могу к нему привыкнуть. Но работаю на компьютере, кстати. Я знаю, как скачать свои сочинения там на принтере. И мне замечательно нравится редактура, удлиняющая, кстати, работу, если на то дело пошло. Именно благодаря тому, что редактура на компьютере вещь замечательная. Но виртуалку я не люблю из-за своего почтения к реальности. Именно из-за этого. Вот. У меня даже дружба, отношения, точнее говоря, прерваны. Не то, чтобы мы поссорились с одним близким моим приятелем, хорошим писателем русским. Он же сейчас живет в Америке. Потому что он предпочитает разговаривать по компьютеру, присылать Емели. А я ему так написал, не от Емели вы мне больше ничего. Да, потому что давай общаться вживую по телефону или приезжай, они не очень далеко живут и так далее. Но он настолько, причем, будучи интровертом, в принципе, по натуре, человеком не то, что скрытным, но таким, находящимся в себе, в отличие от меня, вот, что он пребывает там. А там целая каша, там живой журнал. Я заглянул однажды в него. Да это ужас. Лучше проехаться в метро и услышать чудовищную чушь, но от живых людей вообще. Или не обязательно чушь. Разные люди о разном болтают, между прочим. Раньше в России было больше знакомых у меня писателей. Ну, Бродский умер. Бродский умер. Слава Богу, вот Барышников жив. Человек очень интеллигентный, интересный. И свойский, кстати, нормальный. Ну, в смысле, поддать, поболтать или поболтать о том же искусстве и так далее, и так далее. Вот. И есть несколько близких друзей. А такой, какой-то скуки от того, что общения нет такого, как раньше, до свала, у меня нет. Потому что вот такого рода общения, которое было у меня, ужасно убивало время, как бы то ни было. Хотя я компанейский человек. Поддать, поболтать там о Пушкине, о славе, о любви и так далее. Так что с годами начинаешь почитать одиночество. Жизнь женой с собакой, которая вполне может быть собеседником, кстати. Вот. И даже поучиться можно кое-чему у псу или полюбоваться просто его грацией. Это мне заменяет медитацию, как таковую, кстати. Вот. Потому что я по природе не способен сесть, смотреть себе в пуп, там, думать о каком-то одном слове. Для меня помедитировать – это вот посмотреть на лист и забыть о времени. Или на цветок, или на дерево, или на лягушку, на собаку, на кошку, на жену, в конце концов, если больше не на что посмотреть. Вот. Кто-то говорил, что писатель – это маленький бог, который творит миры и соревнуется с Господом, и тем самым обрекает себя на вечные мучения в будущем. А не смей их соревноваться, а знай свое место. Я думаю, я совершенно не согласен с этим высказанием. От него попахивает таким афористичным, но очень ошибающимся умом. Еще неизвестно, что почитает Господь Бог. Его со своими афоризмами, или, между прочим, юмористов. Я так убежден, что юмор, земной юмор, а логичный, причем абсолютно, насмехающийся над формальной логике, угоднее небесам, чем какие-нибудь истовые такие вот заявления о том, кого любит Господь, кого он не любит. Вот. Я даже в романе, вот в последнем недописанном, к сожалению, но вернусь за сбоку еще, роман «Слепой ангел» называется «Герой слепой». Называется «Слепой ангел». У него есть ангел. И они друг с другом разговаривают. Он немного, может быть, и даже поехавший человек. Это не важно совершенно. Никакой не шизофреник. Вот. И он, ангел ему говорит, вот ты себе не представляешь, какой был смех на небесах, когда до нас там дошло заявление Ницше, что Бог умер. Там покатывались вообще, громоподобный хохот стоял. Но ты знаешь, когда до нас дошло известие, что умер Ницше, у нас была прискорбная тишина. Мы плакали буквально. Ну, в таких вот выражениях. Ну, это все, разумеется, тоже домыслы. Мы же все, имея дело, по сути дела, символами, мы и в разговорах говорим с ними как живыми символами, реагирующими на нас, на наше поведение, на наши шутки, на наше мышление и так далее. После этой беседы я понял, что у меня есть друг, у него фраза, его любимая фраза. Когда заходит речь о Боге, о религии, и его спрашивают. Ну, ты как думаешь, он тебя любит? Он всегда отвечает одно и то же. Я не знаю, любит он меня или нет, но я знаю точно, что ему со мной интересно. Я знаю точно, что ему с вами интересно. И дай Бог вам... Очень лестно, я могу только... Хотелось бы надеяться, что это действительно так. Дай Бог вам здоровья, чтобы это было как можно дольше. Благодарю, я вас тоже благодарю, всех слушателей, и желаю вам всем благоденствия. А я напоминаю, что в гостях у Шансон ТВ и радио Шансон в программе «Живая струна» был Юс Алишковский, и мы надеемся еще услышать несколько песен в вашем исполнении. С удовольствием, даст Бог, не сорвется голос через секунду. «Живая струна, живая струна» «Советская пасхальная». Да. Смотрю на небо в просветленном зором, Я на троих с утра сообразил, Я этот день люблю, как день шахтера, И праздник наших вооруженных сил. Там красят яйца синий и зеленый, А я их крашу только в красный цвет. В руках несу их гордо, как знамены, И символ наших радостных побед. Сегодня яйца с треском разбиваются, И душу радуют колокола. А пролетари всех стран соединяются Вокруг пасхального стола. Как хорошо в такое время года Пойти из церкви прямо на обед. Давай покурим опиум народа, А он покурит наших сигарет. Все люди братья, я по нему китайца, Привет Малдзе Дуну передам. Он с желтые завоема не вышлетые яйца, И я красные мои ему отдам. Проклятье испытанием в небе чистом, Не для того Христос сошел с креста. Кричим мы руки прочь, перелисты, От нашего воскресшего креста. Ах, поцелуемся, давай, прохожая, Прости меня за чистый интерес. Мы на людей становимся похожими, Давай еще поистину воскрес. Мы на людей становимся похожими, Давай еще поистину воскрес. Живая струна Живая струна Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова